День. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод. И время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Болтком. И на связи с нашей студией. Сегодня в рамках проекта «Культурная линия» кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Здравствуйте, Карен Георгиевич. Здравствуйте. Слышно, видно нас? Видно. Я не знаю, вы слышите. Я хорошо. Да, будем регулировать тогда по ходу эфира. Эфир наш проходит при участии наших коллег-журналистов Международного медиаклуба «Формат А3». Мы его анонсировали заранее и получили просто шквал вопросов для Карена Шахназарова. А повод для эфира у нас такой праздничный завтра отмечается День российского кино. И мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Да, от имени всех наших латвийских кинозрителей. И для начала представимся, и веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега-журналист Наталья Захариат. Здравствуйте. И мы, кстати, для начала расскажем нашим радиослушателям, что Латвия имеет непосредственное отношение, непосредственно причастна к фильмам Карена Шахназарова. В его легендарной картине «Мы из джаза» голосом нашей латвийской певицы пела главная героиня, которую играла Елена Цыплакова. А в его фильмах «Любовь в СССР» и «Исчезнувшая империя» главную роль сыграл наш рижанин, актер Александр Ляпин. Так что вот такой прямой мостик. И, Карен Георгиевич, расскажите нам, пожалуйста, как завтра на Мосфильме будут отмечать День российского кино? Ну, специальных таких мероприятий у нас не предусмотрено. Собственно, я не помню, что День российского кино или советского. Это же в советское время еще был праздник учрежден. Как-то специально отмечали. Так что поздравим друг друга, но будем работать. У нас довольно много дел, но сказать, что у нас какие-то концерты будут праздничные, нет такого. А то есть ударным трудом? Ударным трудом, да. И у нас вопрос из Вильнюса от коллеги-журналиста Надежды Грачевой. Карен Георгиевич, уже ясно, что коронавирус полностью изменил наш привычный уклад жизни. Да, что мы уже привыкли ходить в масках, соблюдать дистанцию. Это внешне, а внутренне у очень многих произошла такая переоценка ценностей. Понятно, что после пандемии зритель уже будет другим. А каким будет после пандемии кино? Трудно сказать. Я, честно говоря, думаю, что мы, как всегда, людям свойственно несколько, может быть, поспешно преувеличиваем эти все, что мир никогда не будет таким, как прежде. Кино никогда не будет таким, как прежде. Люди никогда не будут такими, как прежде. Ну, люди переживали и по, как говорится, посерьезнее испытания, знаете, там, холера, чума, там, чума столетия вообще мучила. Тем не менее, как видите, в общем-то, мы все те же. Я думаю, что несколько здесь есть такой элемент преувеличивает катастрофичность этой ситуации. Ну, в определенной степени, конечно, на сегодняшний день какие-то изменения есть. Зритель больше уходит в интернет, в кино. Кино, конечно, несколько, мне кажется, отвыкает от кинотеатрального показа. Наверное, это будет продолжаться. Но у меня ощущение, что в конечном счете это все как-то будет... Человеку свойственно быстро все забывать, к сожалению. Так что, мне кажется, это все равно, этот этап будет когда-то закончиться, и все войдет в какое-то привычное для нас русло. В 2020 году все очень волновались, что вот эта пандемия вообще угробит киноиндустрию, кинотеатры будут закрыты. Но, тем не менее, вот по мнению экспертов, российский кинематограф тем временем оказался на подъеме и, по крайней мере, демонстрирует какие-то положительные тенденции. Вот как это объяснить? Ну, я не вижу особо подъема у нас, честно говоря. Я вижу ситуации, на мой взгляд, ситуации, как она была, так и была. Ну, примерно там порядка 100 картин, видимо, Россия производит, как она до пандемии производила, так сейчас производит. Вопрос, конечно, проката, он более сложный стал в связи со всеми этими пандемическими ограничениями. Но я бы не сказал, что во всех случаях мы на масс-фирме не ощущаем какого-то серьезного пока изменения. Мы вполне работаем рентабельно, хотя мы тоже не бюджетные студия, мы не получаем, кажется, ничего. Но мы видим, что у нас довольно много работы. Но я бы не сказал, что ее стало больше или меньше. Она такая же, как была. То есть жизнь идет, продолжается в своем ритме. В этом неумолимость самого процесса этого, который называется жизнь. А вот в продолжение темы у нас как раз вопрос от журналиста Натальи Лебедевой из газеты «Вести». Несколько лет назад вы сказали в одном из интервью, что считаете киноконцерн «Мосфильм» одной из, не одной из, а даже лучшей студии в Европе. И если вспомнить, что вы в 1998-м получили «Мосфильм» достаточно в плачевном состоянии, когда была полностью разрушена вся система и смогли его возродить достаточно в короткий срок. Вот все-таки как сейчас обстоят дела на «Мосфильме»? Удовлетворены ли вы работами творческими, которые выходят под брендом «Мосфильма»? Ну, вы знаете, это немножко разные вещи. Мы, в принципе, студии, мы работаем со всеми. И понятно, что у нас не всегда то, что снимается здесь, лично мне нравится. Это разные вещи. Но это производство, и у меня нет ни права, ни основания, как говорится, свои личные какие-то вкусовые художественные вкусы навязывать всем, всем, кто приходит и здесь работает. Но с точки зрения того, в каком состоянии сейчас студия, ну, я бы сказал, сегодня уже можно говорить, что в какой-то степени мы построили заново студию, потому что у нас большое строительство идет. Вот построили новый павильон, дом, костюмы, реквизиты. Сейчас заканчивается строительство киноконцертного комплекса, которого никогда не было вообще у студии. Четырехзальный комплекс большой. И еще одного очень большого, крупнейшего павильона в России, 3000 метров. Так что да, я думаю, что когда я говорю, что Мосфильм лучшая студия Европы, я готов, пожалуйста, провести экспертизу и сравнить. Да, действительно, с точки зрения технологий, с точки зрения качества того, что здесь можно делать, это лучшая студия Европы однозначно. Но это не всегда совпадает, слушайте, с качеством художественным. В советское время Мосфильм по сравнению с нынешним Мосфильмом был намного слабее. Но, надо сказать, художественный уровень советского кино был намного выше, чем художественный уровень современного российского кино. Но не надо ожидать, что Мосфильм сможет перевернуть все и все это есть какие-то тенденции, которые не вполне от нас зависят. Наше дело создать такую производственную студию, на которой можно было бы делать самые, получать все возможности современного кино. У нас это возможно. А вот творческая составляющая, это все-таки очень много зависит уже от тех режиссеров, сценаристов, которые работают. А можете нам приоткрыть немножечко закулисье Мосфильма? Все-таки какие картины сейчас в запуске? У нас очень много вопросов. Есть ли среди них ваши собственные? Да, вот мы только и закончили картину, которую я, автор сценарии, продюсировал. Эта картина называется «Владивосток». Сейчас она будет представлена на кинотавре. Режиссер Антон Барматов. В общем, это полностью наша картина, профинансирована нами полностью, без участия каких-то государственных организаций. И полностью нами сделана картина. Такая современная, очень современная история. Молодые люди, любовь и прочее, прочее. И все действие происходит в Владивостоке. И картина называется «Владивосток». И, собственно, Владивосток как бы один из героев этого фильма. Ну вот она, буквально, мы закончили только что. А что еще в павильонах Мосфильма сейчас из интересных таких проектов снимается? Я не знаю, насколько они интересны. Я же не могу контролировать все качество художества. Но у нас снимал почти два месяца или три месяца. Серебренников снимал кино, фильм, кстати, в новом 16-м павильоне. У нас сейчас Валера Тодоровский собирается снимать новую картину. Тигран Киосаян. У нас довольно много. Как раз интересно, что последние полгода очень много проектов именно связанных с кино. Потому что, вообще-то, Мосфильм в большой степени работает и на телевидении. Все эти программы, голосы, всякие другие программы, они же у нас делаются. Но вот в этом сезоне очень много фильмов снимается. Не знаю, надеюсь, что все они будут интересны. Вопрос от руководителя гильдии латвийских актеров, актера Роланда Загорскиса. На Аришской киностудии в годы независимости кинопроизводство практически прекратилось. Известно ли вам, как обстоят дела с кино в бывших союзных республиках? И возможно ли, в принципе, успешное кинопроизводство в таких маленьких странах, как, к примеру, наша Латвия? В целом, насколько мне известно, конечно, в основном после СССР кино в республиках либо исчезло, либо находится в очень таком, прямо скажем, жалком состоянии. Но за исключением, может быть, насколько я понимаю, Казахстан довольно активно работает. Но там государство как-то занимается кино и финансирует, и студию модернизировало, и в Белоруссии какой-то. Там, где государство более-менее участвует, то там все-таки кино сохраняется. Но в других республиках, насколько мне известно, либо практически оно исчезло, либо находится совсем в тяжелом состоянии. Ну, я думаю, что, честно говоря, что у маленьких республик, когда они стали независимыми странами, нет шансов для того, чтобы вообще развивать кинематограф. Кинематограф – это слишком дорогостоящее дело, для него нужен рынок. Строго говоря, если вы живете в маленькой... Одно дело, когда это была часть СССР, огромной страны, латвийские кинематографисты, армянские, грузинские, они работали на гигантский рынок, почти сколько там в СССР население было? 250 миллионов, около 300 миллионов, не помню. Ну, огромная страна. Конечно, это одно дело. А другое дело, когда маленькая республика, 2 миллиона населения, какой рынок? Ну, по идее говоря, на кого рассчитывать? Только если государство как-то будет спонсировать, но государство, понятно, что тоже ему сложно, наверное. Если, я не знаю, Латвия не может производить 50 фильмов. Куда она их будет? Где она будет показывать? Или тогда их надо снимать с прицелом на какой-то рынок, на российский рынок, на европейский рынок, я не знаю. Ну, это, в общем, очень проблематично. Поэтому я думаю, что, на мой взгляд, к сожалению, кинематограф в таких небольших совсем странах и не очень богатых, он, конечно, не способен развиваться. Карен Георгиевич, а расскажите нам, пожалуйста, о вашей замечательной программе, программе киноконцерна «Мосфильм» по реставрации советских фильмов. Вот какие из уже отреставрированных картин попадали на международные кинофестивали в программу под названием «Киноклассик»? Какие картины в очереди на реставрацию? Да, у нас эта программа, она уже существует лет 8-10, наверное, и, в общем, мы единственные, кто занимаемся этим. Во всяком случае, в Российской Федерации на самом деле мы единственные. Это довольно сложная программа, потому что она требует... Во-первых, мы ее за свой счет делаем, то есть у нас нет, и мы финансируем сами эту программу, но это дорогостоящее дело, потому что это нужно технику специальную иметь, в основном компьютерные, конечно, специалисты должны быть, и сам процесс реставрации, он довольно сложный, это занимает длительное время. Надо не путать это просто со сканированием, перевести на цифру легко, а вопрос в том, что когда переводится, вот они, там, специалисты сидят, каждый кадр, они работают, скажем, вычищают его, все погрешности, все выправляют. И, в общем, за это время мы реставрировали, ну, более 100 картин, может быть, не так много, но мы можем реставрировать где-то 6-8 картин в год. Некоторые картины, как Иван Грозный, полгода реставрировалась. В принципе, мы участвуем во всех крупнейших программах кино-классе Каннского фестиваля, Венеции, Берлинской. В Венеции мы получили Льва за реставрацию, там свои призы дают за реставрацию, иди и смотрели, Маклимова. Вот, и, в общем, главное, что мы отреставрировали, ну, я считаю, такую основополагающую классику советскую, то есть практически всего Тарковского, то, что принадлежат права Масфильма, мы отреставрировали. Рязанова почти всего, Михалкова, Гайдая, Меньшова, Озерова, вот, Юрий Николаевич, в том году была у нас премьера. Так что сейчас вот реставрируем «Страсти по Андрею», авторский вариант Андрея Рублева, который Тарковский, и это очень сложная реставрация, потому что там нету негатива, мы делаем это с контротипа, кто специалисты понимает, что это с другой совсем, то есть это не первичный исходник. И делаем 9 дней одного года, Михаил Рублев, ну, вот такая вот у нас. В общем, это не очень, прямо скажем, коммерческое мероприятие, поскольку, по большому счету, ничего это не приносит, но это важная часть, культурность, сохранение нашего фонда. Хотя сейчас мы заметили, вот у нас стали картины старые прокатывать, и надо сказать, вот в России уже видим большой интерес к этому. И просто они стали даже какие-то деньги приносить. Вот недавно «Июльский дождь» прокатывали, тоже мы отреставрировали, и, в общем, очень неплохо для старой картины пошло. То есть публика хочет смотреть старое кино, но на экране есть своя публика, свои кинотеатры. И, в общем, это стало какой-то такой уже, вызывает надежду, что это может быть элемент какой-то в этом бизнесе появится. А еще у вас есть интересный проект под названием «Онлайн кинотеатр». Вы выкладываете мосфильмовские картины в бесплатный доступе на YouTube. И вот интересная реакция аудитории. Вы как-то отслеживаете, оцениваете ее? Там лайки, количество просмотров, комментарии, география? Ну, география у нас огромная, у нас количество просмотров колоссальное, у нас порядка 40-50 миллионов просмотров в месяц. Причем, надо сказать, это аудитория весь мир. К сожалению, мы не можем, мы делаем, у нас программа субтитров есть, и мы делаем, конечно, субтитры, прежде всего английские, но некоторые французские, испанские, ну, пока тоже, поскольку мы, в общем, за свой счет все это делаем, это довольно дорогостоящее дело, но у нас география, вся Латинская Америка, Филиппина, Индонезия, Вьетнам, США и вся Европа. В Латвии, кстати, очень много из Латвии смотрят, и, в общем-то, это такой, ну, как говорится, драйв, так адреналин. Когда-то смотрят, что, в общем, миллионы людей смотрят наши картины во всем мире. Получается то, что в советское время соукспортфильм пытался сделать, вот нам удалось это сделать, между прочим, потому что у нас просмотры, ну, так, навскидку, я вот помню, Соединенные Штаты, это в среднем 150 тысяч в неделю просмотров. Это много, даже учитывая, что, понятно, там, ну, считайте, половина эмигрантов, наверное. Ну, там половина, скажем так, реальных американцев. В таких масштабах советское, российское кино никогда не было за рубежом представлено. Вот, поэтому очень-очень хорошие отзывы у нас, и очень нравятся публики. И мы там выкладываем как раз постоянно, когда мы реставрируем картину, мы всегда их, естественно, тут же выкладываем, поскольку, конечно, современный уже зритель, он хочет качества хорошего, и, конечно, не можем все сразу сделать, но, во всяком случае, этот процесс идет. Да, это очень удачный у нас проект. Кстати, замечу, что мы были первыми, которые вообще выложили свою коллекцию в свободном доступе. Бесплатно. Бесплатно мы выложили раньше американцев, между прочим. Между прочим, сегодня мы видим, что многие американские компании начинают тоже делать бесплатно. То, что вначале они выкладывали за деньги, а мы выложили бесплатно. Ну, понятно, что мы зарабатываем там рекламу, то все, это есть, конечно, не будем говорить, что мы альтруисты, тем более, я повторяю, мы же не получаем бюджетных средств, мы предприятие, которое работает абсолютно рыночно. То есть, все, что мы делаем, мы зарабатываем, и поэтому мы должны об этом думать. Но все-таки это такое у нас... Мы гордимся, что мы были первыми, которые вообще придумали это дело. Карен Георгиевич, а к вопросам просвещения. Вот вы предложили внести советский кинематограф в школьную программу. Как обстоят дела с реализацией этой идеи? Насколько это возможно сделать вот в ближайшее время? Не знаю. По-моему, с реализацией мне пока ничего не известно, насколько она будет реализована. Хотя я предложил это на Совете по культуре при президенте Российской Федерации. Президент одобрил, ему понравилось, сказал, да, это хорошая идея, типа давайте. Но вот до сих пор мне неизвестно, чтобы это как-то какие-то по этому поводу были сделаны шаги. Я считаю, что это важно, и я считаю, что это правильно, и надеюсь, что все-таки это будет реализовано. Но по мне для этого не надо никаких серьезных, если бы это от меня зависело, я бы, наверное, внедрил это в течение месяца. Потому что моя идея была очень простая. Показывайте детям хотя бы раз в неделю, два часа выделите и показывайте им один фильм. Если вы будете это показывать там с первого класса, а очень много картин, которые можно смотреть с первого класса. Я во всяком случае помню, что такие фильмы, как «Баллада о солдате», я смотрел, когда мне было 7 лет. Я все понял, мне никто не объяснял, никто со мной не вел лекции никаких, просто я все понимал. Поэтому я считаю, что то же самое здесь надо делать. Не надо никаких лекций, никаких там это, а просто показывайте, это останется в голове. Если действительно качественная картина, это, мне кажется, важная часть образования. Образование, кстати, во многих странах введены такие уже. Во Франции есть, в Италии есть национальное кино, в школах преподают, по-моему, в Чехии есть. То есть во многих странах уже это введено, ничего в этом такого, открытия нет. Но как это реализуется, пока мне, честно говоря, неизвестно. А суть этой идеи в том, чтобы школьники знакомились с историей и культурой своей страны посредством кино? Правильно? Конечно, поскольку у нас дело все в том, что все классическое кино пока оно советское, другого нет. Понятно, да? И это понятно почему, потому что мало времени прошло. В этом нет даже какой-то просоветской позиции. Просто это так, это факт такой. Основные лучшие картины были созданы в этот период. Поэтому, так сказать, там масса картин, которые абсолютно не идеологичны, так сказать. Мне кажется, от этого только будет лучше детям, если они увидят там и того же Тарковского, и там других. Эйзенштейн, я не знаю. Поэтому, короче, я думаю, что это... Кстати, Карен Георгиевич, наша студия, нашего радио находится в соседнем доме, на котором установлена мемориальная доска, что там жил Сергей Эйзенштейн. Он же из Риги? Да. Да. От этого, насколько я помню, был главный архитектор Риги, между прочим. Не главный, но несколько кварталов, да, в стиле Югенстиль, Мадерн. Да, он был вообще замечательный архитектор, выдающийся. Но, по-моему, он даже занимал, типа, должность тогда еще в революции. Государственную должность на железной дороге, как чиновник занимал он. Да, он был какое-то официальное лицо при этом, да. Выдающийся архитектор, у вас замечательные, там есть дома его, это потрясающе, я думаю. Да, да, это верно, конечно. Эйзенштейн был рижанин. Вопрос о государственной поддержке. Вот в Израиле была ситуация, когда министр культуры выступил против того, чтобы фонд кино финансировал антиизраильское кино, так было сформулировано, и что этот вопрос надо регулировать. Несколько лет назад в России государство перестало давать деньги на фестиваль документального кино «Арт-дог-фест», и этот фестиваль перебрался к нам, теперь он проходит в Риге. Но были тогда жалобы на кровавый режим, на цензуру, и режиссер Виталий Манский тогда сказал, что художник рожден, чтобы бороться с властью. Вопрос такой, должна ли власть оплачивать эту борьбу, финансировать такого художника, должно ли государство давать деньги на фильмы, которые люди воспринимают как антироссийские в России? Понимаете, моя позиция в этом смысле, может быть, она и, наверное, не очень популярна в России, среди моих коллег, но, как говорится, это мое мнение, может быть, оно ошибочно. Я считаю, что вообще государство не должно финансировать кино. Я считаю, что кино должно быть рыночным, и тогда никаких проблем не будет. Вот и все. Строго говоря, умеешь ты найти деньги, умеешь ты сделать фильм, умеешь ты... Ну, именно в силу того, что у нас сохраняется очень серьезная поддержка государственное кино. То есть надо поддерживать, мне кажется, их, может быть, какие-то... Видите, надо создавать какие-то условия для национального кино путем налогов. Ну, такие рыночные механизмы. Но, в принципе, мне кажется, кино должно быть рыночным. Поскольку я 20 лет руковожу студией абсолютно рыночной, я, в принципе, вижу, что это возможно. Нам никто не помогал. Мы приняли студию абсолютно разрушенной, и, в принципе, сегодня мы, можно сказать, построили заново студию рентабельной. И сам я, между прочим, последний раз от государства получал деньги. Это была картина «Город Зеро» в 88-м год советский. Уже цареубийца советскую я, между прочим, делал не на государственные деньги. У меня был британский продюсер. Так что моя позиция, может, она не очень популярная, но вот такая. И, мне кажется, тогда никаких вопросов не будет. Сегодня все эти вопросы связаны с тем, что а вот государство дает, а вроде вот, а вот это анти. Ну, мне кажется, это, ребята, сами зарабатывайте, сами снимайте. Вот в этом случае каждый снимает там, что хочет. Но, по-честному, когда вы зарабатываете, вы умеете это делать, и вы выражаете себя в кино, и вы не зависите ни от кого. Поэтому тогда не будет этих проблем, мне кажется. А вот вопрос на WhatsApp пришел. О кинопремиях. Ваше отношение к тому, что фильмы Алексея Навального получили награду национальной премии кинокритики кинопрессы «Белый слон». Ну, мягко скажем, экзотическое решение. Абсолютно экзотическое, поскольку фильмами это вообще нельзя назвать. И, строго говоря, вы можете поддерживать Навального там или еще что-то там, оппозицию. Ну, зачем путать, как говорится, мочалку с веником? Это разные вещи совсем. Причем здесь кино вообще? И поэтому я думаю, что это решение тоже было абсолютно политическое. В этом все проблемы. Все решения становятся политическими, идеологическими. Что с той, что с другой стороны. Ну, какое отношение в фильм? Протворец вы имеете этот фильм? Ну, какое вообще-то это не фильм, это некая компьютерная игра. Это же видно. Мне, как профессионалу, это видно, что это компьютерное. Все сделано компьютером. Ну, хорошо, показывайте, обсуждайте. Ну, как можно давать премию за это, за лучший фильм? Ну, это просто, на мой взгляд, смехотворно. Ну, недавно у нас в эфире режиссер-документалист Олеся Фокина, она лауреат и Ники, и Золотого Орла. Вот она очень сокрушалась, что сейчас очень много профессионалов раздражает, что цифровизация, соцсети пишут, все снимают. И конкретно вот фильм «Котлован», который приглашен был на фестивали, в том числе вот в Риге, на Ортодокфесты, на Берлинский. Это видео из сети было собрано, где люди вот ругают Путина, там оскорбление власти. И, ну вот, что никакого отношения это не имеет к профессиональному продукту, то есть, чтобы участвовать на кинофестивале. Ну, в принципе, вот тенденция. Ну, да, к сожалению, политика, она превалирует. Понятно, что насколько, ну, прямо скажем, Латвия стала некой такой территорией таких российских диссидентов, где они, как говорится, находят поддержку. На здоровье, мне абсолютно это безразлично. Ну, строго говоря, давайте отделять там искусство, кино от политики, вот и все. Политика – это политика, это борьба, своя борьба, нравится, не нравится, там разные взгляды. А кино, искусство, оно должно быть абсолютно отделено. Для меня не имеет значения, если это кино, оппозиционное, если это действительно качественное кино, оно должно показываться, я его буду ценить именно с этой точки зрения. Может быть, и антиоппозиционное, тоже может быть искусство. Но, честно говоря, все превращается, и фестивали в этом смысле все более превращаются, кстати, и большие фестивали все более превращаются в поле, где идеология и политика играют первостепенное значение. Карен Георгиевич, вот как раз к вопросу о том, что к нам приезжают из России с такими фестивалями, как Art Dog Fest. Дело в том, что последние 10-15 лет наша Латвия является еще однозначным лидером по поставке юных актерских дарований в Российскую Федерацию. То есть это факты практически каждый год, вот на протяжении этих 15 лет, не практически, а каждый год в театральные вузы Москвы и Петербурга, во ВГИК поступает минимум два человека из Латвии. В принципе, все они остаются по окончанию вузов в России. Это и Яна Сексты, и Евгения Крэгжды, и Агата Муцинеца, и Ольга Озолапиня, которая сыграла главную роль в фильме «Блокадный дневник». Игорь Филиппов, Владимир Кышевой. Мы уже назвали Александра Ляпина, которого вы открыли, еще будучи студентом, он был студентом в ГИК, и вы дали ему первую главную роль в кино, в фильме «Исчезнувшая империя». И вот вопрос к вам не только как мастеру российского кино, как кинорежиссера, но и как к общественному деятелю. Вопрос от рижанки Марии Карри, выпускницы этого года Высшего театрального училища имени Щепкина. Уважаемый Карен Георгиевич, так сложилось, что практически все мы, рижане, окончившие в Москве театральные вузы и воспитанные в Латвии в русских семьях, сталкиваемся при устройстве на работу в России когда устраиваемся в государственные российские театры и даже при оформлении документов на съемки с огромными сложностями, которые связаны с нашим иностранным подданством. И именно подданством, даже не гражданством, потому что это в основном ребята, которые считаются, имеют статус не гражданина Латвии. И закон о возможности автоматически получить гражданство России после окончания вуза в России, он был отменен несколько лет назад. И огромная к вам просьба, крик о помощи. Можете ли лично вы, как общественный деятель, на правительственном уровне поднять вопрос о возвращении этого закона? Рассматривается ли в многочисленных российских комитетах по культуре внесение хоть каких-то поблажек для молодых людей из русского зарубежья, желающих связать свою жизнь с Россией? Ну, я думаю, что это очень важная, актуальная тема. Я, конечно, не человек, который каким-то образом официально может что-то ответить на этот счет, но то, что от меня зависит. Я, кстати, всегда, где есть возможность, выступаю и говорю о том, что надо максимально упростить получение гражданства для людей, для российского гражданства, для людей, которые это хотят, и которые, тем более для людей, которые выросли в среде русскоязычной, независимо от их этнической, как говорится, происхождения. То есть это моя позиция, я везде, где могу, и об этом говорю. Но я, к сожалению, а может и к счастью, не занимаю никаких таких официальных позиций, чтобы обещать, что я смогу это каким-то образом решить, этот вопрос. Но то, что я говорил, и буду об этом говорить, и в том числе вот то, о чем уважаемый корреспондент ваш просил, я об этом буду говорить. То есть постараюсь все, что в моих силах, во всех случаях этот вопрос ставить. Я считаю, что это неправильно, что молодые люди, которые оказывают, и хотят работать в России, хотят получить гражданство российское, и, конечно, им должны быть предоставлены, на мой взгляд, для этого достаточно быстрые какие-то решительные разрешения, не знаю, как это назвать. Короче, обещаю, что что-то меня зависит, я сделаю. Спасибо. Вопрос из Беларуси. Почему вас нет в социальных сетях, и где вас можно читать? А, я нет, я нигде в социальных сетях, мне это, честно говоря, не очень интересно, и я, да, у меня нет никакой. Я знаю, что под моим именем там что-то открывают, могу публично сказать, я сам никогда этим не занимаюсь, и не знаю, мне это не интересно, я, честно говоря, я вообще не очень понимаю, это анонимное общение, люди пишут, им что-то пишут. Я как-то, может быть, старомоден, привык с людьми общаться публично, в смысле, смотреть в их лица, и тем более сегодня это такие, я вижу там иногда в интернете меня показывают фотографии, что-то я сказал, и я смотрю, я это вообще не говорил, я к этому не имею никакого отношения, но это вообще стало, все, что связано с интернетом, это такой интересный феномен, и ты не знаешь, ты существуешь в интернете помимо себя, это довольно странное чувство, поэтому я, честно говоря, да, не хочу сам там писать что-то. Журналист Наталья Лебедева, газета «Сегодня», это Латвия. С огромным удовольствием слушаем ваше выступление на ток-шоу Владимира Соловьева, а вам не достается от творческих коллег, что вы так активно участвуете в обсуждении политических вопросов? Нет, честно говоря, ну, может быть, там у кого-то, конечно, свои мнения, и, наверное, многие, многим не согласны со мной, но сказать, что это выражается в каком-то таком, в чем-то выражается, не могу сказать. Дело все в том, что все-таки вообще в кино, понимаете, это такая традиция, люди в кино разных национальностей и разных взглядов всегда очень хорошо уживались друг с другом, несмотря на какие-то внутренние противоречия, потому что наша профессия такая, что мы очень зависим друг от друга. Сегодня ты с человеком поссорился, а завтра тебе предстоит с ним работать. И люди, люди как-то у нас, может быть, в генетике уже есть такая терпимость, и мы никогда, я никогда не встречал, и сам я работал, и часто работаю с людьми, с которыми, я понимаю, может быть, у меня совсем другие взгляды политические, какие угодно, но мне это не мешает, потому что, строго говоря, это одно, а это совсем другое. Поэтому не знаю, у меня во всех случаях такого не было, чтобы кто-нибудь мне что-нибудь сказал, там, вот, ты там говоришь что-то, это неправильно, ну, нет, это личное дело каждого. Ну вот, а Никита Сергеевича Михалкова за его бесогон, в принципе, достается? Ну, достается, нет, но мне тоже достается просто от пользователей каких-то, то есть бывают там какие-то эти, но я имею в виду и Никита Сергеевича Михалкова. В нашей среде, несмотря на то, что она, понятно, что разная, все-таки достаточно по-разному мыслит, есть и либеральная часть, есть и, прямо скажем, антилиберальная, то есть понятно, что все это это, но я никогда не встречал в нашей среде, чтобы кто-то там, там уже Никите, это, как говорится, Цезарю Цезарева, как говорится, а Богу Богу. Вопрос от латвийского журналиста Игоря Мейдана. Есть мнение, что Карен Георгиевич убежденный марксист. Почему, на ваш взгляд, именно теперь труды Маркса в Европе пользуются особой популярностью, а книги издаются огромными тиражами? – Ну, я не могу сказать, что я убью, хотя я сам время от времени пользуюсь этой фигурой речи и даже с элементом такого, мне нравится раздражать общественность, объявляя себя марксистом. Да, это, но я должен сказать, что я считаю, что нельзя сказать, что все, что написал Маркс, оно сегодня современно и отвечает. Понятно, это не как в советское время, теории Маркса объясняли все, начиная от выращивания репы и кончая, не знаю, историческими какими-то событиями. Но я думаю, что действительно есть несколько таких неубиваемых у него идей, которые, на мой взгляд, очень современные, и во всем мире это начали сегодня понимать. И действительно он пользуется огромным успехом. По идее говоря, Маркс был прежде всего ученый, если отвлечься от того, что у нас связано с его именем, там, манифест коммунизма и вообще все остальное. Но вообще многие его открытия в области политэкономии, в области исторической, экономической науки абсолютно современные. И мы, кстати, видим, что это работает. Строго говоря, мне кажется, его гениальное открытие – это взаимосвязь, то, что он называл производственные отношения и производительные силы. То есть уровень технологии всегда определяет и политическую систему, которая выстраивается в обществе. Но мне кажется, с этим очень трудно спорить. Это так и есть. Это действительно стоит. И, кстати, это была, на мой взгляд, главная причина, как говорится, падения СССР именно это. То есть проблема была в том, что как раз те, кто руководил СССР, они не были уже марксистами. Они зубрили, но они не знали, не понимали Маркса, не читали его и не пытались анализировать ситуацию с точки зрения как раз реального марксизма. Мне кажется, это была проблема СССР в конце 70-х, 80-х годов. Поэтому я бы сказал, что я такой творческий марксист. То есть я как бы беру от Маркса то, что мне кажется наиболее актуальным. А вот по поводу актуальности вопрос. Как вы относитесь к актуализации классики в кино? Вот сейчас, например, снимают сериал по сказкам Пушкина, где Царевна, она блогер в Инстаграме, Елисей Рэпер, Золотой Петушок, нейросеть. Или вот Жора Константинопольский берёт Достоевского, Островского, Гроза, переносит в современную Россию. И суть там в том, что Россия испокон веков – это тёмное царство, и там ничего не меняется. А Netflix начал съёмки сейчас сериала «Анна Каренина». Вот вам как автору экранизации по мотивам Толстого. И там в современной России Анна – светская львица. Каренин – он баллотируется в губернаторы Петербурга. А Вронский – он, значит, наследник олигарха алюминиевой империи. Вот как вам такие идеи? Ну, я спокойно отношусь. Я думаю, что у нас некая нервичность по поводу всяких этих, она как бы ещё такая детская, я бы сказал. Кстати, в этом смысле надо поучиться, как раз тот случай, когда надо поучиться у Запада. Запад это переваривает очень легко. Он вообще не обращает на это внимания. Просто не обращает. У нас там, я не знаю, вон тут целый скандал. Певица Ольга Бузова в Амхате появилась. Ой, господи, что только тут не творилось. Чуть ли не вся страна только и обсуждала это. Ну, что за глупости, богу. Ну, появилась, ну, вышла на сцену. Что из этого делать какое-то? Поверьте, где-нибудь там действительно в этом смысле надо у Запада учиться. Где-нибудь это было бы в Париже или в Нью-Йорке, никто бы не заметил. Поэтому я думаю, что не следует придавать значение этому. В конечном счете, если это будет интересно, если это будет талантливо, как бы это порой экзотически не было, но это все оценят. А если не будет, это забудут через полчаса после того, как это появится на экранах или в театрах. Поэтому мне кажется, что здесь надо как-то к этому проще, что ли, относиться. Я во всех случаях думаю, что пускай люди там, если в конце концов они находят на это деньги, ну, пускай делают. Мы посмотрим, что из этого будет. Вот к вопросу о том, у кого, чему учиться. Во Франции есть организация «Унифранц», которая создана государством для продвижения французского кино в мир. Результат французское кино на российских экранах занимает второе место после американского. А что делается в России для продвижения своего отечественного кино в мир? Вы понимаете, я думаю, что в России мало что делается для этого. И, в принципе, вот мы говорили про наш интернет, я думаю, что это самое мощное на сегодняшний день продвижение российского, не советского, но российского кино в мир. Это самое мощное, потому что это реально миллионы людей во всем мире, которые смотрят наши фильмы. А с этой точки зрения французы, да, гораздо более успешно работают. Но надо сказать, что у них и кинематограф сильнее намного. Слушайте, это тоже надо признать. Россия делает порядка 100 фильмов. Вообще это нельзя назвать даже кинематографией сегодня. 100 фильмов – это очень мало для такой страны. Франция, насколько я помню, делает 400 фильмов в год. При том, что население Франции, там, 60 миллионов человек, население России, ну, на самом деле, я думаю, 150, может, и больше, кстати. Мы никто не знает. Но поэтому просто, имея такое количество картин в год, ну, это очень трудно что-то продвигать. Очень трудно, понимаете? Потому что реально вообще ситуации во всем мире примерно одинаковые. Из трех, из четырех картин только одна картина может выходить к зрителю реально. Это такая пропорция везде – в Америке, в Китае, во Франции. Это так устроен кинематограф. Ну, считайте, 100 картин – это значит, из них только там сколько? 20-25 картин реально, которые могут выходить к зрителю. Реально. Вот. То есть, которые зритель все-таки будет хоть как-то смотреть. Поэтому, конечно, с таким количеством фильмов особенно и продвигать-то нечего, по большому счету. Надо поднимать производство. Надо иметь… России надо как минимум 300-400 картин в год производить. Тогда… А это невозможно при нынешней системе, опять повторяю, для этого надо вводить более рыночные механизмы. То есть, все-таки кино должно быть более рыночным. Тогда можно его увеличить. Ты не можешь за счет государства, невозможно увеличить 300-400 картин. Вопрос от газеты «Суббота». Ваш сын Иван тоже кинорежиссер. Что чувствуете как отец? И какой самый главный профессиональный совет вы ему дали? Да он особенно меня советов, честно говоря, не спрашивает. Поэтому там что-то я ему советую. Но сказать, что… Ну, наверное, он, конечно, испытывает какое-то влияние. Ну, он довольно самостоятельно себя ведет. И, в принципе, он и режиссер, и, кстати, актер. Вот в Владивостоке он, кстати, сыграл роль. Там не первую роль, но вторую роль неплохо сыграл. Ну, так… Главное, что я ему говорю, что ты, если ты хочешь делать кино, то надо понять, что его надо делать искренне. И ты можешь ошибаться, но все равно, если человек искренне делает то, что он делает, это все равно каким-то образом будет чувствоваться. Даже если не получится, это все равно будет вызывать уважение. Спасибо большое, Карен Георгиевич. Наш эфир подходит к концу. Мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, завтрашним День кино. И напоминаем, что эфир проходил в рамках проекта «Культурная линия» с участием наших коллег-журналистов медиаклуба «Формат А3». И напоминаем радиослушателям, что очень рекомендуем вам обратить внимание в Ютубе на проект Мосфильма «Онлайн кинотеатр», где можно бесплатно смотреть отреставрированные советские фильмы. И напоминаем Карену Георгиевичу, что он обещал принять во внимание наказ молодых русских актеров из Латвии, которые хотят работать в России. И жить в России. Обязательно. И вам большое спасибо за этот эфир. И тоже я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех латвийских любителей кино с Днем нашего кино. Потому что я понимаю, что вообще этот праздник, наверное, прежде всего не наш, кинематографистов, а я думаю, тех зрителей, которые любят, ценят кино, хотят его смотреть. И понятно, что без зрителей никакое кино просто невозможно. Мы же не можем делать кино для того, чтобы самим сидеть и смотреть его. И все равно мы делаем это для зрителей, поэтому я надеюсь, что как-то этот праздник и для наших уважаемых зрителей, и ваших радиослушателей тоже имеет значение. Спасибо вам большое. Спасибо. И будем ждать выхода на экран вашего Владивостока. Всего доброго. Спасибо.